Всем привет, с вами Игорь И сегодня, как вы уже наверное поняли из картинки видео речь пойдет о самодельном тепловом насосе сколько стоит сейчас его собрать на примере мой тепловой насос все рассматривать я не буду, я свой рассмотрю у меня уже есть такое видео но оно там в трех частях, цена вопроса смотрите там в плейлисте есть, но я его сильно растянул с советами расчетами слишком длинное видео сегодня постараюсь покороче все сделать прямо в одной части прямо перед видео что меня вообще сподвигло на это видео то, что часто я тоже по ютубу смотрю кто тепловые насосы делает или покупает и особенно читаю комментарии под этими видео людей больше всего останавливает то что это очень дорого это очень дорого тепловой насос я там читал о, это миллион плюс все такое кто ее поставит это для богатых людей такое всякое такое ну это в рублях миллион плюс я смотрел те что в рублях да в ривнах тоже это дорого ну там понятное дело настоящий заводской тепловой насос это 4, 5, 6 тысяч евро это для людей ну такая цена совсем не подъемная и я думаю что мой канал смотрят именно самодельщики которые хотят на этом сэкономить тем более надо на этом экономить и можно реально сэкономить кругленькую сумму без ущерба какой-то эффективности того же теплового насоса то есть примерно оно будет работать так же само но цена будет в разы если не раз в 10 даже почти в 10 раз получается дешевле чем заводской тепловой насос ну вот как-то так получается я не знаю почему они столько берут за эти свои изделия но такая вот цена она есть и так зашел я прямо перед видео перед этим видео что я делаю сейчас зашел в интернет там по интернет магазинах походил где продаются это холодильное оборудование компрессора медь там ТРВ фильтра ну вся эта фреоновая часть водяная часть все это пошерстил опять как бы освежить цены и повыписывал вот тут что почем вот и у меня получилась вот эта вот сумма что на картинке и так разбираемся по порядку компрессор я там всякие видел компрессора там Hitachi Toshiba Panasonic GRI там в принципе разницы я в них не вижу никакой хотите берите какой он дешевле но я на девятки обратил внимание именно на девятки по 22 фреон находил я от трех с половиной тысяч до четырех и чуть больше четырех до четырех с половиной это максимум что я видел короче взял я среднюю цену 4000 гривен хотя я думаю это так я посмотрел только два или три или четыре магазина интернет магазина больше не смотрел хотя я думаю если посмотреть более детально пошерстить так реально чтобы купить то можно я думаю за три с половиной свободно купить этот компрессор девяточку ротационный легко спиральники я не смотрел спиральники я думаю это не для нас хотя кто хочет можете ставить спиральники вот 4000 гривен медь медь я считал 3,8 30 метров для конденсатора и 30 метров для испарителя ну если бы я сейчас сделал сейчас это все то я взял бы одну и ту же медь то есть 3,8 и на конденсатор и не одну четвертую ничего там не параллелил бы в конденсаторе не параллелил бы а так просто одну цельную трубу пустил бы вот или может две трубы пустил а может быть больше короче я посчитал у меня 60 метров медной трубы 3,8 у меня вышло 5000 гривен 5000 гривен вышло у меня ну когда я тогда свой делал у меня было дешевле компрессор у меня был дешевле и меди у меня было дешевле короче где-то получается когда я свой собирал я где-то уложился 500 может быть чуть больше долларов ну сейчас вот выходит вот такая сумма ТРВ так само кстати осталось 1200 гривен вместе с дюзой алковский алковский не какой-то там китайский с алиэкспресс а алковский хороший ТРВ 1200 гривен вместе с дюзой фильтр тоже алковский я посчитал 500 гривен хотя такие же самые по размеру фильтры есть китайские за 200 гривен хотите берите в принципе китайский фильтр за 200 это больше чем в два раза дешевле сэкономите но вот такой фильтр как я взял сейчас 500 гривен алковский стекло смотровое 200 гривен это по моему не это не алковское стекло я не алковское смотрел обычное китайское стекло алковское что-то тоже около 500 гривен ну не вижу смысла брать стекло алковское такое дорогое какие там функции этого стекла просто смотреть на него больше там ничего нет вот на фильтре ТРВ я конечно не экономил лучше взять хорошее алковское Данфаст стекло можно какое-то дешевое дешевенькое манометрические коллектора такие как у меня два штуки это там манометр краник и вход-выход такой кубик значит синенький синенький и красненький на высокое низкое давление я их нашел на первом встречном магазине 460 гривен ну я прибавил два штуки получилось у меня тысяча но я думаю если опять же пошерстить то можно их и найти поменьше даже чем 400 гривен ну ладно пускай будет тысяча плюс я еще тысячу накинул на всякую мелочевку там пауки вот эти медные для испарителя какие-то может быть колено тройники там я не знаю что там еще вы там себе придумаете может какой-то виброгаситель стоило поставить хотя в принципе зачем он нужен ну короче я тысячу еще накинул на всякую мелочевку по фреоновой части вот это все вот это я все посчитал по фреоновой части ну по фреоновой я в принципе не плюсовал у меня вся сумма есть можете сами посчитать вот теперь по водяной части это то что перекачивание скважины скважины я не считал ну потому что у кого-то уже есть скважина у кого-то там есть куда сливать то есть там просто насос купили поставили в канаву тоже мне многие пишут там есть куда сливать воду там канава рядом озеро какой-то стовок речка какая-то глубина вот какая-то яма сливная там канализация я не знаю ну короче сливать воду я уже говорил сто раз это совершенно не проблема проблема ее добыть добыть воду да если ее нет на участке или маленький дебет скважины очень глубоко вот это проблема слить воду поэтому скважины я не считал вот часто бывают случаи что они вообще не нужны пользоваться можно вашей обычной скважиной если вы живете на своем участке у вас по-любому должна быть скважина вот ее можно и пользоваться для теплового насоса и для всего остального и брать эту же воду например после теплового насоса она будет просто чуть-чуть охлажденная для дома там или не знаю для чего еще так что это совместить совершенно не проблема для водяной части я посчитал насос такой как у меня 1100 гривен про насос у меня есть отдельно видео кто не знал смотрите там у меня есть энергосбережение плейлист кстати кто первый раз зашел на мой канал у меня все по плейлистах там есть все про тепловой насос там по солнечной электростанции вся альтернатива по плейлистах разложена по полочках заходите смотрите там все есть труба полиэтиленовая ну это если у вас будет и конденсатор и испаритель с полиэтиленовой трубы так многие так многие делают просто нижняя часть это намотан испаритель верхняя часть намотан конденсатор и все тоже очень эффективно ну теплоаккумулятор конечно как у меня это лучше вот ну в принципе можно и так обойтись и все будет нормально работать так труба полиэтиленовая 25 я нашел по 6 гривен метр 6 гривен метр а там надо то всего-то по 15 метров на испаритель на конденсатор это всего-то надо будет трубы 30 метров полиэтиленовая ну это копейки вообще по 6 гривен метр ну это техническая я так понял не пищевая вот дальше и на мелочевку я еще по водной части накинул тоже тысячу ну это там тройники силикон какие-то колена клапан для насоса даже у меня два клапана стоит один в скважине один перед насосом так безопасней надежней то есть если один не сработает то другой по-любому какой-нибудь сработает из двух клапанов ну вот на это все я накинул еще тысячу это у меня водяная часть по испарителю скважины переливная дальше электрика электрическая часть конденсатор для компрессора пусковой контактор автомат реле терморегулятор тот что у меня включает компрессор и контролирует температуру компрессора одновременно и температуру нагрева в системе отопления то есть у меня один терморегулятор и плюс термометры мои ну термометров у меня много там даже лишние я вам скажу там хватило наверное 3-4 термометра у меня хорошие эти термометры с ДС датчиками цифровыми один термометр на входную воду со скважины второй термометр на выходную воду со скважины третий а куда еще третий на компрессор ну там терморегулятор а терморегулятор там термометр да он же там идет раз вместе на компрессор и четвертый еще куда-то там можете приклеить я не знаю куда там может возле ТРВ там или на выход с конденсатора чтобы смотреть там все ну для интереса хотя мне кажется что даже и трех хватило бы термометров короче на вот эту всю электрическую часть я поставил 2000 гривен я думаю это вот так вот хватит чтобы собрать то что я собрал вы видели с автоматов этих вот контакторов терморегуляторов и термометров да еще блок питания для термометров у меня 12 вольтовый кстати да ну короче 2000 это с головой вот и самое главное в этом деле самое главное в этом деле это найти холодильщика и подружиться с ним хорошего холодильщика который разбирается в этом деле я это советую лучше так сделать ну потому что я вот купил все инструменты я надеялся что я обойдусь без услуг холодильщика я купил вакууматор купил баллон фреона купил набор для развальцовки медных труб это все я купил и оно у меня лежит оно у меня сейчас лежит совершенно не задействуется как бы зачем я ее покупал и тот же фреон это все и деньги вложил поэтому я лучше советую и все равно тем более я же говорю что все равно я потом искал холодильщика чтобы подпаяться к компрессору потому что ну не мог я своей горелкой вот этой для ружья костра азовый пропановый подпаяться к компрессору но это невозможно там настоящая паяльная горелка этот мап газ или какой-то там двухкомпонентный идет газ который дает нормальную температуру чтобы а так не получалось тем более холодильщик вам не что-то посоветует скажет вот это лучше так это лучше так если он нормальный поэтому я говорю подружиться не просто найти и нанять а именно подружиться потому что были случаи такие что человек приходил там где ремонтирует кондиционеры или устанавливает ремонтира сказал им что ему надо они просто над ним посмеялись и сказали вы что ютуба насмотрелись оно не будет работать и все короче до свидания ну понятно что такие вам не помогут надо чтобы был толковый холодильщик который понимает о чем речь и который согласится реально вам помочь не просто все это сделать что вы скажете а помочь и посоветовать там и все такое ну и я думаю это лучше будет чем покупать весь инструмент и делать если тем более вы в этом вообще не разбираетесь вообще не вы сэкономите деньги нервы и много ошибок избежите если просто подружитесь с холодильщиком поэтому я еще накинул на услуги холодильщика 3000 гривен что сюда входит это вы купили все что мы перечислили оборудование компрессор все это фреоновую часть поводяной части все это погнули просунули закрепили засиликонили там состыковали только спаять осталось то есть приходит холодильщик у вас уже все готово все готово к пайке только бери паяй он зажег свою лампу там или горелку нагрел притулил то есть ему уже не надо ничего гнуть вы все это сами можете сделать подготовить чтобы ему было и быстрее и вам дешевле вот он придет это все вам спаяет потом отвакуумирует всю систему своим вакууматором не вашим своим вам ее не надо покупать но я так думаю я так если вы найдете конечно холодильщика хорошего вот если найдете это уже другой вопрос тогда надо будет все покупать как я сам если у вас такой возможности нет но лучше постараться все таки найти и подружиться с холодильщиком я думаю так будет дешевле и эффективнее и быстрее и меньше ошибок вот он это вам все спаяет отвакуумирует заправит фреоном своим тоже столько сколько надо то есть у нас не останется там где-то стоять в баллоне неизвестно для чего вот заправит включит вам вашу установку проверит как оно работает может что-то там надо будет поднастроить подкрутить этот ТРВ или что-то еще там покрутить может быть и уйдет то есть это все он сделает за день за день это вот так времени хватит все это сделать это даже с учетом того что он отвакуумирует и примерно часик полтора подождет пока посмотреть не падает ли давление может помылить какие-то стыки там все это такое чтобы убедиться что нет никакой утечки и все вот за это он я думаю максимум максимум возьмет 3000 гривен это за день за день работы это по-моему вот такой заработок даже с учетом того что он своим фреоном заправит и своим газом будет паять по-моему это очень хорошо и в итоге у меня получилось вот эти все с услугами холодильщика все эти комплектующие 20400 гривен по сегодняшнему курсу это 28 я считал 728 долларов получается сделать вот такой тепловый насос я считаю что это совершенно недорого и это даже сопоставимо с ценой на обычный твердотопливный котел или газовый котел я думаю что цена будет примерно такая же но зато какая экономия вот ну вот такое вот видео так что никакие миллионов здесь нет не надо этого пугаться если вы подружитесь я опять же скажу с этим холодильщиком нормальным хорошим профессиональным холодильщиком вам даже не надо будет особо беспокоиться что там куда тулить он вам сам все расскажет покажет даже можете ее раньше немного пригласить там показать там поделиться с ним я же говорю тоже опять же это смотря от того как вы с ним подружитесь понимаете то есть захочет ли он вам помочь или он просто придет тупо сделать то что вы хотите вот это есть две как бы большие разницы вот и у вас обойдется вот такой тепловой насос то есть никаких не миллионов в рублях никаких тысяч евро в евро в долларах или десятков тысяч гривен не надо за это платить вот и у вас получится нормальный рабочий очень даже неплохой тепловой насос даже я бы сказал лучше чем некоторые есть производители вот таких кустарных тепловых насосов которые я думаю уже все поняли про какие я говорю которые даже ТРВ не ставят на свои установки экономят сильно на теплообменниках даже лучше выйдет поэтому я же говорю дерзайте не бойтесь вот такую сумму я даже думаю что эта сумма может быть уменьшена где-то долларов на 100 точно если вот эти все комплектующие не полениться посидеть не один вечер а два три четыре вечера посидеть поискать это все в интернете пошерстить где дешевле все это найти выйдет примерно то же самое ну если конечно вы не найдете холодильщик и вам придется покупать все то что я покупал и как бы делать с нуля но все равно же ну правда с меня холодильщик взял только 100 гривен за подпайку компрессору если бы он брал конечно за все там что я перечислю то это было бы больше может быть не 3000 гривен но намного больше это было бы ну тем не менее вот так вот у меня получилось и я вот советую учитывая свой опыт свои ошибки которые я делал сделать лучше так ну все вот такой вот у нас вышел народный бюджетный тепловой насос я же говорю ну понятно что если на большую мощность это я на базе девятки считал все вот это на 50-60 квадратов дом если конечно у вас больше дом то цена будет расти но я не думаю что сильно намного все если у кого-то остались какие-то вопросы пишите я же говорю не бойтесь дерзайте вот собирайте тепловые насосы это просто это эффективно это перспективно это экономит реально деньги здоровье и силы ну и все остальное зачем переплачивать за отопление если мы